Резерв time! А еще 3 миллиона может капнуть благодаря покупке компендиумов, которые продаются, естественно, внутри доты. Ну и посмотрите, что пикнула команда Empire. Тут даже и выдумывать нечего. Тинни плюс висп. Кто это будет? Тинни плюс висп мы узнаем. То ли это будет Йоку на тинни, на мидлейне. Он уже так и зачастил на данной линии. Может быть это будет все-таки резолюшн. Тинни плюс висп тоже мидлейн или любая из линий. Пока что в пачке с одним саппортом резолюшн смотрится, ну классно смотрится. Не поспоришь, действительно отыгрывает Роман на нестандартной для себя линии. Достаточно неплохо. В принципе может быть на фоне этих соперников, я не знаю, надо посерьезнее посмотреть матчи. Чем дальше, тем понятнее все станет. Ну в целом пока что фейлов нет. Ребята в омут с головой не прыгают, никуда особенно не лезут в печальные ситуации. Фиддить не фиддят, но было бы кому фиддить. Винтерн Виверн и Клокверк в составе команды NL5 соперника Team Empire на данном этапе. Ну и в пике Empire еще и Дизраптор, чтобы останавливать все эти касты. Как я понимаю, чтобы Клокверк врывался и под статик штормом стоял и гнил. Еще один Спирит Брейкер против Team Empire. Очередной Спирит Брейкер, даже так скажем. Ну и по банам давайте пробежимся. Эмбер Спирит в составе Team Empire в баню ушел. От Эмпайр также в баню отправляется Темп Ларка, отправляется Квапа. И как я понимаю, Тинни скорее всего будет мидлейн. Все, что может помешать очень сильно Тинни на миде вместе с Виспом банится. Ну и Дарк Сир тоже отправляется в баню, чтобы несложно стоялось Керри, которого Team Empire планирует взять себе еще дополнительно. Ну это со стороны команды NL5. Бэтрайдер в баню. Уже я забыл об этом герое вообще. Он существует в доте еще или нет? Банят Бэтрайдера, банят также Бестмастера, банят Найт Сталкера и в баню отлетает Doom. Практически все в то или иное время стояли на сложной линии. Поэтому тут такой какой-то конкретный бан против Резолюшена или против Йоку, если вдруг он сейчас отправится. Это Шейкер в пике Team Empire и теперь у меня есть в принципе подозрение, что Резолюшена может отправиться с Виспом от Алохи на мидлейн. Дизраптор это будет No Fear, а Шейкер это герой для Йоку, который отправится на сложную линию. Но в любом случае Керри еще одного не хватает и команде NL5 об этом надо задуматься хорошенько. У них достаточно в принципе такой, знаете, пик на файты издалека. Клокверк вырывается за счет Кукшота, Спирит Брейкер прибегает на Charge of Darkness, а Герокоптер хоть и просто на своих крылышках подлетает сюда, но подлетает уже с заюзанным изначально кулдауном, который стопит всех и замедляет. У него есть в принципе все варианты в эту общую комбинацию вливаться. Винтерн Виверн просто надо стоять подальше. Поэтому Team Empire по-хорошему надо вклиниваться первыми в стан своих соперников и там наводить весь этот шорох и делать, так сказать, ветер. Ну и на данный момент Bristol Back последним баном от Team Empire и еще один бан от NL5. По идее должны банить Керри, как я понимаю, потому что Тинни и Висп, по-прежнему вижу их на одной линии, и линия это никакая другая в моей голове, кроме как Мидлей. Ну и последний бан от NL5 это Алхимик. Ого-го! Ого-гошенький, ого-го! Алхимик! Ну и ждем. В принципе, дополнительного времени куча у NoFear для того, чтобы пикнуть последнего героя. Кто это будет? Какой это Керри будет? Может, есть смысл подумать о каком-то супер-пупер-герое, который имеет крутой потенциал в лейте еще, хотя и Тинни плюс Висп тоже к лейте очень мощный. Может быть, это будет Сэмми Керри, может быть, это будет конкретно Керри для легкой линии в пачке с Дизраптором. Такое может быть. Фантом Лансер, в принципе, контрит Геррокоптера и проблем особых Фантом Лансера от Сайлента Гера не должен сделать. Как я понимаю, тут опять же не стоит забывать, что разница в классе присутствует. Профессиональный коллектив против непрофессионального коллектива. Играет против аматоров, против любителей, конечно, доты, но кто знает на каком они уровне, пока еще непонятно. С другой стороны, 4 победы у них уже есть, значит, как минимум сильнее, чем... Сколько? Чем? Это 1-64 сильнее, чем 700 команд, которые уже отвалились из данного посева. Ну и задумались имперцы. А че думать? Спектру бери. Че думать вообще? По всей карте летать. Тинни плюс Висп, Спектра сама прилетает. Брумастер. Понятно. Брумастер залетает в пик команды Эмпайри и Винд Рейнджер. Вот, кстати, кто действительно жесткий и неприятный, кто на мидлейне может потрепать всех. Резолюшн все-таки забирает Шейкера. Все, я так понимаю, забудь, Дима, о том, что ты знал о Резолюшне. Теперь никаких мидлейнов, теперь строго все для Йоку на мидлейне. Как минимум, я так понимаю, в сегодняшний день Резолюшн забирает себе Шейкера, отправляется на сложную линию Сайлент. Будет играть на Бруммастере, но у Фир будет играть на Дизрапторе. Скорее всего, где-то рядом с Сайлентом постись. Тинни — это Йоку, и Алоха Дэнс — это Висп. И, скорее всего, Висп с мидой никуда не девается. За баунтируну сейчас придется Тим Эмпайр сражаться, чтобы Фаст Боттл Алоха Дэнс получил еще, в принципе, без затрат вообще. Ну и Винтерн Виверн в составе команды НЛ5. Клокверк. На котором будет играть Наполеошка. Наполеошка. Наполеошка, точно. Биззи будет играть у нас на Винтерн Виверн. Наполеошка будет играть на Клокверке. Остальные, где кто? Заяц — это Спиритбрекер. Штормкет. Штормкет будет играть на Виндрэнджер. Дольче будет играть на еще ком-то. И все, да. Всех остальных я назвал. По пику, в принципе, комбинация команды Эмпайр мне лично не прослеживается. То есть хорошо драться, уверенно драться. Под ультой Дисраптора. И заливать туда свои ульты. Размансовывать, убивать по одному. Выдергивать, разваливать. В принципе, тут очень такой боевой пик. Пик с хорошими героями. С хорошим прокастом. Клэпы, фиссурки, хаслэмы. Все, что Тинни может предложить. Все, что Ноуфир может предложить. И уже побежал Резолюшн у нас на топлейн. Быстренько. Решил и деньги потратить для того, чтобы заблочить здесь отводы, насколько я понимаю. Нет, нет, нет. Просто поставил себе Вижн. Лучше сделать так, чем не поставить себе Вижн в принципе. И потом огребать от тех, кто к тебе приходит. Алохо Дэнс вместе с Йоку на нижнюю руну уже отправились. Сюда же отправляется Сайлент. И сюда же отправляется Дизраптор. За руну надо бороться. Потому что Висп, как вы видите, без ничего. Его первая покупка, это безусловно Боттл. После баунти руны это в принципе не сложно. Ну и ломаются деревья. Для того, чтобы нормально можно было делать отводы. Этим скорее всего Алохо Дэнс и займется. В перерывах между Хелпой, Тиннику. Сами уже на топ руну переместились. Здесь пока что в одиночестве Брюмастер стоит. Гирокоптера видят. Гирокоптер тут просто куражится под Вардом. Для чего, непонятно. На байт это тоже не похоже. Никого-то здесь нет. Вижн сейчас глянем. Сейчас посмотрим. Сайлент, куда ты, родной? Сайлент отправился у нас подальше. Ну и Биззи взлетел высоко, но Артик Бёрн никак до него не достает. И в итоге команды расходятся. В любом случае Алохо Дэнс получает себе фаст боттл. Что неимоверно хорошо. Боттла уже в Курьере побежала к Тим Эмпари. Что это за банальность? Как так-то? Курьер обычный ослик стандартный. Как в дотер первой. Курочка-курочка. Но здесь Курочка-ослик. Удивительная вещь. Ничего тут. У них была, по-моему, Баба Яга в ступе, если не ошибаюсь. У Империи долгое время. Теперь Курочки. Ну не Курочки, Ослики обычные. Конечно же. Ну и Сайлент фармит внизу. На Брюмастере Дизраптор ему помогает. Против них будет стоять Клокверк. Вот на полеошке. На мид лейне. Йоку здесь отвечает за фарм. Алоха Дэнс отвечает за фарм Йоку. Ну и лоу хпшный уже Штормкет. Йоку, я так понимаю, Эвленджем просто на развале волна. Алоха Дэнс побежал разгон. Кстати, Алоха могут и прибить здесь. Да, и это фестблат от команды НЛ5. Йоку засыпает на Штормкета. Но он под Виндраном. Поэтому добить Тини точно не сможет. Ни скорости бега, ни скорости атаки. Поэтому тут проблематично. Ну и первый фит уже есть. Тут Тим Эмпайр. Недоконтролили местоположение Спирит Брейкера. И Рожденный побежать побежал. Резолюшину тоже настреляли по голове. Тут, я так понимаю, Артик Верн в КД должен быть. Так и есть. Бизи взлетел. И Бизи потрепал Резолюшина на ранних минутах этого матча. Все биты. Все Эмпайр биты. Единственное, ВР-ка тут немножко хромает в составе команды НЛ5. И время потратит на то, чтобы уйти на базу. В общем-то, это все позволит команде Эмпайр наверстать. Те траблы, которые на миде случились. Ну и Заяц уже внизу. Он уже гоняет у нас Дезраптора. Сайленту, в общем-то, не очень страшно. У него нормальное количество дефа. Неплохое количество хеллспоинтов. Просто стоит и фармит. Ну и у него первый крипстат на карте. Граничит он только с Геррокоптером. У него такой же крипстат. 10 убитых крипов на данный момент. Правда, динайных немного побольше. Ну и у Резолюшина, гляньте, насколько печальная ситуация. 2 на 0 крипстат. Уже 2,5 минуты прошло. Резолюшин даже близко не подходит. До сих пор первый левел, что еще хуже. Так, пытаются подстопить здесь Штормкета. Не удается. ВР-ка очень мобильная подруга. И сильно ее тут не побьешь руками. Один элементарный виндран решает абсолютно все это. Еще ВР не качала шейклшот. Поэтому попадает так по стольку-поскольку. На удачу бьет. Когда будет шейклшот, эта связка Тинни-Висп может быть связкой в прямом смысле слова. Если Тинни нормально еще по ХП, то у Виспа с ХП не все хорошо. 500 нет даже. У Тинни 834. Без артефактов на ХП. И опять, в принципе, сейчас будет включен виндран. Или даже не будет включен виндран. И можно спокойно Штормкету уходить. Отсюда не беспокоиться. И у нас Шейкер. Вот резолюшна. По-прежнему крипов не нюхает. Клокверк в это время забирает Сайлента. Внизу. 0-2 становится счет. Ого-го. НЛ-5. Дайр выигрывает 1000 по голде. Они выигрывают 750 по экспириенсу. Наполеошка четвертый левел. Как там Сайлент? Сайлент тоже четвертый левел. И Шейкера бьют. И Сайлента бьют. И на мидлейне побили. Хорошенько так у нас Виспа. Ну и второй с половиной левелу резолюшна наконец-то. Йоку при этом фармит. Он перефармливает ВР-ку. Минимум по крип стату. По Нетворцу разумеется. Это так же. Хотя нет, гляньте по Нетворцу. Поинт в поинт. Один в один шли. Плюс один крип максимум по цене у резолюшна. У резолюшна. У Йоку. Как привыкнуть не могу. Но эти все побеги по рунам от Штормкета. Это конечно безусловный минус для него. Тинни в это время нафармливает. Его никто не харасит. Он спокойненько бьет крипов. Выполняет необходимую задачу. Ну и вы видите, что делает Йоку. Если где-то там чувствует проблему убить одного крипа руками. Или убить двоих тосом. Вообще не переживает. Надо потратить ману. Потратил. Здесь есть тот, кто эту ману отрегенит. И пора постакать уже Алохо Денс. Он уходит в лес. Куда делась эта пачка крипов? Вообще не очень понятно. Кто ее блочит, отводы делает Алохо Денс на ближнем споте. Ну и я думаю, что ничего здесь в принципе... Тинника здесь не будет пока... Не будет по паре спотов как минимум на двух... По паре стаков крипов на двух спотах. Слышала бы меня учительница по русскому языку. Она бы с ума сошла сейчас. Нина Борисовна, извините. Стаки, споты. Хайлайты. Рефракшены. Я думал, блочит... Я думал, блочит Клокверк. Эти споты с крипами нет. Ничего подобного. Он, в принципе, ничего особенного не делает по данным мувам. Йоку, кстати, далековато вышел. У Йоку в КД абсолютно все. Еще и примораживает ВР-ку. Здесь Биззи. И ВР-ка сейчас практически пол-ХП себе восстановила. Но ВР-ка в итоге умирает. Резолюшну очень удачную фиссуру. Кладет у нас на мидлейне. Хотя себя закрывает. И Тинни может в итоге умереть здесь еще. У Тинника в КД у нас. Маджик Вонт. Заяц лоу-ХПшный. Биззи тоже лоу-ХПшный. До них просто не добраться. Ну и фиссура есть. По голове Биззи. 2-3 становится счет. Команда Эмпайр двоих собирает в этом файте. Достаточно удачно. Повела себя. Ну и Визз приходит сюда. Оверчарджем просто выхиливает. У нас Тинника. Руна тоже для команды Эмпайр. Экономически, по-моему, дела немного подправили. Файт-рекап я, конечно, провтыкал. Но дело такое. Дело молодое. В это время еще и Клокверк умирает у нас после Праймал Сплита от Сайлента. 3-3 становится счет. По голде 193. По экспириенсу 174. Их Дизраптор получает. А Брюмастера не показывает. Потому что он был в своей Праймал форме. И по сути отсутствовал у нас на карте. Ну и счет становится 3-3. По голде, в принципе, Эмпайр в ноль. По экспириенсу тоже сейчас будут в ноле. У Тини уже есть Пауэр Трэдс. Также есть Пауэр Трэдс у нас у Сайлента. У Шейкера готов Солринг. Есть тапок обычный. У Ноуфира на Дизрапторе обычный тапок. Пока достаточно. Веточка туда положить в тапок, чтобы... Не знаю, не пахло. Ну и Висп с Батлом. Пока на этом все. Для Охо Дэнса. Будет летать с Тини, будет зарабатывать деньги и экспириенс. Ну что, Сайлента пытаются загнать здесь. И, кстати, проблемы есть. У Сайлента он клэпнул себе под ноги. Но, по идее, Сайлента здесь будут забирать. КП у него минимум. И... И что? И Сайлент, если успеет, кстати, клэпнуть... Нет, не успевает. Просто маны не хватает. Манга решил не есть. Потому что там еще в кулдауне был клэп. Могли бы убить его. Глимсует назад у нас Зайцы. Зайцы забирают. На поле его школу ХПшный. Но Фарсирот он по-любому убивает. Ну и кулдаун от Гирокоптера. Резолюшн. Фиссура по-троим. Забирает таким образом Клокверка. Ну и Рокет Бараш. Четыре у Гирокоптера. У него есть фейсбуцы. И Резолюшн уйти от него точно не уйдет. То даже Тотем, в принципе, не спасет его. Хотя здесь уже есть тени. Насыпают у нас по Гирокоптеру. Подбросили. Приземлили. Перелом Копчика после приземления. Гирокоптер, бедняжка, не доехал до ХЛП своей. В итоге счет становится 7-5. Размен в пользу Team Empire. По голде, по экспириенсу. Они выходят вперед. Гляди, может и игру свою где-то нащупают. Резолюшн прилетает вместе с Алоходенсом на нижний лайн. Просто забрать Винтерн Виверну. Дабл Киллс вот таким вот. Смотрите на мини-мэп. Вот с таким вот рейнджом. От одного убийства до второго убийства. Ну, это особенность Виспа. Тем более, это особенность связки Тинни плюс Висп. Пешком еще пришли на мидлейн. И здесь, скорее всего, ВР-ку будут забирать. Эваленш, Тос. Виндран тут никак не поможет. В Алоходенсов вгрызается Зайц. И толку никакого это не приносит. Ребят, я заметил, какая особенность игры аматорских коллективов против профессионалов. Они, если играют хорошо, и если у них есть преимущество какое-то, они играют очень суевого, аккуратно, правильно. А если вдруг, если, если вдруг их начинают нести... Так, ладно, смотрим за файтом, потом расскажу. Йоку в АХП практически не проседает. Насыпает на наплеушку. Выхиливает его Алохо Дэнс. Йоку лоу ХПшный. Йоку добивает. Здесь еще и Клокверка. Эхо Слэм в одного Биззи. Минус Биззи. Ну и Зайц никуда отсюда уже не уйдет. У Зайца пустая урна и пустой ХП-бар в принципе. Так вот, закончу свою мысль. Пока тут минус 3 случилось. Как только аматорские коллективы начинают немного проигрывать профессионалам, они попадают в дикую абсолютную ситуацию. И такая запара случается, что они думают, нет, подождите, мы же выигрывали. Надо восстановить преимущество, надо там срочную агрессию. Сейчас я сделаю один килл, мы снова станем на рельсы. И ровненько-ровненько покатимся к победе. И делают ошибки, которые профессиональные коллективы практически не делают. Ну, как минимум топовые профессиональные коллективы. Не лезут там с места в карьер, не прыгают. Короче говоря, не упираются рогом и не прыгают. Ну а здесь я вижу, что уже и не аккуратничают, уже не до фарм. Нам надо еще там дофармить, где-то мне надо убивать крипов, не надо артефакт. Они же нас сейчас понесут. И когда ты так начинаешь действовать, тебя реально начинают нести. И команда Эмпайр это в принципе показывает. Тут даже не столько Эмпайр хорошо играет, сколько дают возможность делать с собой все, что хочешь игроки команды НЛ-5. Вот сейчас они стягиваются вчетвером на нижний лайн. Здесь уже есть Йоку, Висп без релокейта, Висп на мидлейне. Йоку пока в соло здесь разбирается, выбрасывает просто Зайца подальше отсюда. Ну и Йоку будет мансить, как я понимаю. У Йоку есть барабаны, барабаны провязал, скорость бега нормальная. Насыпет сейчас на Зайца и Зайц умрет. Не успевает насыпать? Нет, успевает насыпать. Если бы Тоск, кстати, был бы на Зайца, Зайц бы и умрет. Отбрасывает у нас Наполеошку, который раз уже. Отвали от меня. Это похоже на удар Тоска ногой, когда ему агоним собираешь. Просто отвали, я сказал. Ну и Тавр не переключается на Гирокоптера. Гирокоптера видят здесь. Резолюшн у нас в итоге Доминейтинг Стрик. Не доходит еще и Клокверк до лоу-хпшного резолюшна. Ну и здесь просто на классе переигрывают своих соперников Тим Эмпайр. Вроде бы началось все с неприятностей. Какой-то осадок якобы должен был остаться. Нет ничего подобного. Нашли свою игру, соперники начали ошибаться. А эти ребята просто как хищники, я не знаю, выждали момента. Дождемся, просто давайте дождемся, когда они начнут фейлить. А они ведь начнут фейлить. И они таки начали фейлить. Что теперь делать, непонятно. Дольче лоу-хпшный. При наличии на карте Тинни плюс Висп умудряется просто-напросто выйти лоу-хпшным в зону Вижена и начать фармить. Разгон на Алоха Дэнса. Он сейчас отсюда улетает. Спирид Брейкер раз и поменял направление бега. Ну и на что надеяться, непонятно. Это же релокейт. Он через 15 секунд закончится. Если разгоняться, то на Тинни разгоняться. Потому что Тинни может остаться там. Висп может его не забрать с собой. Останься Тинни, фарми. И тут ты на него прибегаешь. Но сам Висп по-любому улетает. Такая особенность Доты. Гейб так сделал. Айсфрог так сделал. Тут уже даже пенять не на кого. Тут просто затупы пошли от команды НЛ-5. 5500. У Эмпайр по золоту. 4500 по экспириенсу. У Тинника уже есть Огрклаб. У него 1400 с копейками на руках. И Йоку, я думаю, в агоним идет. Тут в принципе нечего сочинять. И велосипед придумывать смысла нет. За Тинни все уже... Все тот же Айсфрог придумал. Резолюшн без Даггера пока еще. Хотя есть Транквилы, есть Соло и Ринку. Но у Фира есть тоже Транквилы. Будут выходить на Дольче. И в Соло будут пытаться его забрать. Да куда там Соло? Сайлент здесь. Клэп и под ультой Дизраптора никаких шансов у Герокоптора нет. Ну и как-то далеко находятся Саппорты. Где в это время Винтердвиверна? Она в это время гуляет на базе. Она даже ТП туда. Сейв ТП не делала, чтобы спасти своего тиммейта. Зайца подбрасывает. Фессуру он поймал, хотя и полетел на Резолюшн. Это оуны счет. Тим Эмпайр безусловный. 18-7 становится счет. Ну и статус-кво на 13-й минуте восстановлен. Сайлент приобретает себе Даггер. Давайте я, кстати, по артефактам-то пробегусь. Приобретает и продает. Ты в игры со мной играет, что ли? Я видел. Яви все зафиксировано на камеру. Сайлент. Покупает Даггер. Сразу же его продает. Алоха Денса поймали у нас на мидлейне. Еще один фраг для команды НЛ5. Йоку, правда, не подставился. Это хорошо. Сайлент в итоге, в итоге, в итоге. Сайлент в итоге купил все-таки себе Даггер. Даггер себе принес. Еще там что-то подприобрел. У Ноуфира. 550 голды на руках. Ничего интересного. 2000 по голде у Йоку. Сейчас в секрет-шопе, я думаю, мы с вами вместо стаут Шилдау увидим. Пойнт Бостер. Ты слишком быстро покупаешь, Максим. Я не успеваю за тобой. Не успеваю вслух все это говорить. Сайлент юзает у нас ульту через Праймал Сплит. Гадлайк уже у нас у Йоку. Ну, отжигает Йоку на этом уровне. Безусловно. Получается все достаточно хорошо. Бизи будут разваливать. Тут даже не уйти в колбу на самом деле. Потому что засыпят, тоснут. И демеджем просто снесет бедного Бизи. Все стянулись. Все рядом. И Бизи расковыряли. Еще у нас и Гирокоптер. Стрял в стенку. И уйти никуда не может. Урна на нем висит. У Йоку тос есть. Подбрасывает Гирокоптер. И Гирокоптер ломается. Бион Гадлайк от Йоку. 10-0-6 счет на данный момент. Ну и вопрос времени, когда команда НЛ-5 дофидит до того состояния, что дальше фидить будет уже просто некуда. Наполеошка тоже отваливается. Видимо, 1-64 это все. На этом наши полномочия все. Для команды НЛ-5. Лоу-хпшный Штормкэт. Йоку выхиливается благодаря лохо-денсу. Бизи понял, кого надо бить. Не Йоку надо бить, а его бесконечную аптечку, которая рядом бегает. Ну и здесь. Куда ТП? Куда ТП, Штормкэт? Для чего? Я слышал здесь бесплатные ТОСы и Эваланджи. И бесконечный хил на оппонентах. Правда? Да, правда. Йоку оббежал Фиссуру. Он не стал ждать, когда она провалится. Он просто взял и оббежал Фиссуру. Что за нафиг, а? 26-8. Ну разнос такой, знаете, карнавальная дота началась. У Шейкера есть Даггер. У Сайлента есть Даггер. У Тини уже готов Аганим. Хотя и без Аганима все было понятно. 12-08 счет у Тини. Йок участвовал с 20 киллах из 26. Вот такая вот мультиподвижная комба. Вес плюс Тини. И у Алоха Денса Урнов Шадоус есть. Боттл как был так и есть. ПТ-шка есть. Тысяча. В принципе, тысяча ХП. ПТ на ловкость. Не на силу. На силу и того. Поинтереснее все будет. Вот 1157. Спасибо большое, Алоха. Чтоб я мог людям показать. Ну и давайте пробежимся по артефактам команды НЛ-5. Какие вообще варианты для эскейпов здесь есть? Наполеошка. Транквил Бутсы у него есть. Есть Клак. Вроде бы чтоб переживать файты, но не переживает. Аганим в это время появляется у Тини. И Спирит Брейкер. Урнов Шадоус с ноль зарядов, потому что, как был счет, по-моему, 5-8, так он до 26-8 и пошел. Никто никого не убивает в составе команды НЛ-5, поэтому Спирит Брейкер просто с пустой урной бегает. Гирокоптер. Приобретает себе хелму Файрон Вилл. У него есть Аквила, у него есть Фейс Бутсы. Это все недоартефакты. К этой минуте уже что-то поинтереснее могло бы появиться. Кого еще не глянул? ВР-ка. ВР-ка тоже с недоартефактами. Фейс Бутсы, Нул Талисман, Боттл. Ну и Тим Эмпайр сейчас вроде бы жертвой должны стать. Команда НЛ-5 врывается в Алоха Дэнса, привязывают его. Наполеошка здесь. Батриас Аут. Алоха Дэнс в итоге улетает и будет выхиливаться Алоха Дэнс. И Тини просто разворачивается, ломает хребет Зайцу деревом. Теперь Дольче будет разваливать Эхо Слэм в это время от Шейкера. По ВР-ке, по Наполеошке. Бизи Лоу ХПшный. Наполеошку здесь гонят, а Тини простенько разговаривает у нас с Дольче. Никто здесь остается в живых. Это минус 5 от команды Эмпайр. Счет становится 31-8 ГГ, пишет Зайц. Абсолютно с ним солидарен. Это и правда гуд гейм. Well played. Хорошо. Очень хорошо, интересно барахталась команда НЛ-5. Поначалу даже некую агрессию организовали. Вроде бы и резолюшн должны были напрячь на топ-линии. Вроде как-то и ФБ сделали, но просто класс. На классе ничего в принципе не придумаешь. Если ты реально классом ниже, там невольно все равно начнешь ошибаться. Шейкер 8-0. Резолюшн Йоку. Это противостояние мне прямо-таки радует. Создай конкуренцию внутри коллектива и смотри, как твои люди долбашат в двойном вообще усилии. В двойной крутости. По-моему, оба отыграли великолепно. Но, конечно же, Алоха Дэнс на Виспе не было бы этого крутого тини, если бы Алоха Дэнс из глубочайших задниц не доставал Тинника, который частенько, кстати, туда нырял и залазил. Ну что, друзья, жду следующую игру. Далеко не расходимся. Небольшой перерыв. Я думаю, минут 5-10. В принципе, эта игра сразу через 5 минут после завершения прошлой была. Все, с вами Друг, с вами студия Грекам ТВ, также с вами официальная группа, конечно же, команды Empire и Empire TV в частности. Не забывайте подписываться на наш, мой, ваш тоже канал на Твиче. Заходите в группу ВКонтакте, все это сейчас будет на ваших экранах. Ну и оставляйте свои комментарии, добавляйтесь в друзья, пишите, задавайте свои вопросы. По возможности буду отвечать на них в чате. Всем огромное спасибо и услышимся через 5-6 минут. Далеко не расходитесь.